короче повторим всю эту историю спасибо что нажаловались очень быстро так вы смотрите как вам не нравится там хорошо повторим эту историю опять так вот на предыдущем видео было удалено по жалобе блять это особо одаренных отрыва ход не понял о чем я говорю ну я сейчас поспокойнее скажу зато короче смотрите я хочу поговорить с вами о войне который на данный момент происходит сразу хочу всем сказать тем кто будет это видео смотреть я люблю украину я люблю украинцев там живет много моих друзей много моих родственников первым делом что я проснулся я позвонил всем он спросил чего не происходит также моим моем окружении очень много пацанов данный да да несколько слуганска те кто живет там воюет там вот так же на украине люди просто живут родственники в харькове новой каховки в киеве и прянах в одессе вот и так далее так вот еще раз говорю друзья того что сейчас происходит война это было ожидаемо это было понятно я еще раз говорю я люблю украину я против этой войны хочу высказать свою точку зрения в данной ситуации то что было то что это произойдет это было понятно потому что 8 лет войны с донецком и с луганском рано или поздно должны были закончиться именно этим либо переговорами за столом переговоров и какими-то компромиссами решения сожженные люди в одессе погибшие тысячи людей женщин и детей в донецке и луганске избитые русские запрет русского языка причинение русскоязычного населения на украине все это рано или поздно привело бы к этому прыжки на площадях с криками кто не прыгал тот москаль что москали все хуесосы что мы все ватники здесь в россии живем и так далее что нас сейчас разъебут и разнесут это все это все вело именно к этому это и вели это вели не я и не люди которые просто живут в этих странах потому что нам похуй мы хотим просто все работать кто работает там кто чем занимается кормить свою семью улыбаться но среди нас есть такие люди которые хотят намного большего которые хотят войны хотят власти хотят на крови построить свой бизнес им плевать на наше мнение им плевать на нас на всех с вами на данный момент я посмотрел видео ивана дорный хочу сказать ваня ты лицемер двуличный потому что ты говоришь о том что обращаясь к русским да к россиянам чтобы мы выходили здесь и требовали от нашего правительства окончания войны но почему-то ты этого не делал не просил своих слушателей на украине чтобы они выходили и требовали окончания войны донбассе там на луганске и так далее почему-то я не помню чтобы ты так слезливо умолял своих сограждан выйти и попросить чтобы не приселили русскоязычное население не убивали стариков и детей на донбассе донецке дверь на там донецке в луганске отличие от тебя вани я был там во время войны я приехал я видел что там произошло и что там сделали ваши любимые блять все в герой который долбили ночью просто градами клали деревне я видел эти деревни я побывал в них я посмотрел мне было очень плохо и стыдно за то что я ничего не могу сделать в принципе никто ничего не может сделать когда вы свергали свою власть вы почему-то не поддерживали все это буду но никто из вас не подумал что какие-то республики захотят отделиться от вас ну да но то есть от общего одно от украины захотят отделиться потому что они не хотят жить в тех условиях которые пришедшие власти заставляет это нормально это я к тебе к тому что ты говоришь мы сами решим как нам жить ты хочешь мы сами решим как нам жить так сами решайте зачем ты проще на своей помощи при этом при всем ты лицемер и двуличный человек потому что ты просишь на своих коллег по музыкальной до сфере на обратиться и попросить своих слушателей чтобы они что-то сделали но при этом при всем твой лейбл сегодня же запрещая короче отказывается от работы с российскими артистами все фара всех форматов это двуличие ты как и обычный конъюнктурщик просто сейчас испугался что тебя возьмут за жопу и начал кричать люди помогите люди восемь лет жили в войне знаешь приграничные части луганский донецка и с двух сторон я не говорю что это в донецке только или там с двух сторон там люди жили там была война там умирали люди у меня погибло несколько там приятелей моих которыми я познакомился когда был донецке хорошие люди очень добрые позитивные они родились донецке вниз и в луганске и стояли за свою это моя будет земля я не хочу жить в той стране где они любят мою мой язык где не любит мою веру вот ваня ты лицемер на и обманщик ты двуличный человек все люди которые поддерживают войну это тоже непорядочные люди я тоже против этой войны я надеюсь что это закончится сегодня а лучше сейчас и лучше бы это никогда не начиналось потому что я люблю украину я люблю украинцев это люди с огромной душой настоящие истинные украинцы это не пиздобратья которые там всех во всем обвиняет и и пытается от всех счета откусить кусок знает что не не сим тупо надкусываю это не украинский менталитет для она очень много украинцев и это очень добрые позитивные люди да со своим менталитетом до сложные иногда для понимания для какого-то другой нации я понимаю потому что я русскоязычный и православный человек а ты в они не просил никогда своих слушателей выйти против войны выйти против убийств но сейчас просят почему-то мои граждан моей страны чтобы они выходили и им тут блять нахуй дали мимо он начал давать пизды из-за чего из-за того что ты побоялся когда ты твои кореша там да и твои однокашники и так далее побоялись изначально это сделать ладно при порошенко у вас там духу не хватило пришел зеленский его все хорошо знали или вы могли сказать старик но ты же обещал прекратить войну ты же обещал не было время для переговоров ведь была возможность была же возможность переговоров итоге вам привезли огромное количество оружия наши любимые друзья американцы это вы так всем этим гордились зеленский начал орать что вообще минске соглашение будет исполнять и так далее в итоге вещь чему это все привело дорн мне стыдно что ты вообще разговариваешь на русском языке и почему-то когда тебе это надо ты это делаешь если вы отказались я бы хочу всех кто это посмотрит видео написать вани для того что раз он отказался от российских работать с российскими исполнителями да и так далее а это понятно фоне чего то есть он так проявил своем так скажем политическую позицию свою такое найти недружественную какой-то его ход я вот думаю что надо дорно на это забрать всю свою музыку с российского чтобы у нас россию не было чтобы не слушали чтобы ты такой патриот блять патриот своей страны который почему-то обращается гражданам моей страны за помощью так вот принципе я это хотел сказать я не хочу войны я хочу чтобы все мы жили в мире я хочу чтобы каждый из нас просыпался утром засыпал вечером война это ужасно и многие не понимают что такое война есть особо одаренные герои которые печатны сейчас всем пизды дадим мы сейчас всех завоеваем и там люди пишут но они никогда не пойдут на войну я видел что такое война в детстве когда был маленький я видел что такое война приезжал и смотрел в донецке и вуганске и в сирию не попал к сожалению к сожалению не получилось попасть просто мне в сирию а задорно да мне стыдно потому что человек двуличный конъюнктурщик если ты патриот и не хочешь войны об этом он говорит с самого начала и никогда уже тебя за жопу взяли не кричать давайте не будем войны это же неправильно это же неправильно самого начала я сама начала говорю что это плохо и самом начало говорилось как переворот у вас в украине начинался это будем закончится всегда хуёво заканчивается революции него с хорошим кончанием когда людей сжигают в одессе там заживо и когда там орут что русские буёвые и все мы должны почему-то всем непонятно почему так вот я про сиангу вот я люблю еще раз говорю украину я люблю украинцев я меньше насрать как называется та или иная территория потому что не живут люди не главное чтобы люди были счастливы название ничего не значит вот если будут люди счастливы там или иначе пусть они будут там или на счастливы как бы они себя не называли вот я очень большой хочу передать привет всем парням с украины всем кто действительно достоин гордого на за гордого звания украине украинец если правильно простите вместе и я хочу чтобы каждый из вас каждый из вас помню что войны хорошей не бывает в войне победителей не бывает не бывает в слезах матерей про силы и правды не бывает в смертях детей и стариков ничего хорошего любая война это плохо но если кто-то начинает войну то он должен понимать что эта война может прийти к нему домой прям в дом и к его близким друзьям и так далее давайте жить мире я нет я хочу сказать им нет войне и давайте мы будем все-таки здравомыслящими людьми не конъюнктурщиками как иван дорн а действительно изначально топить что хватит воевать это один народ генетический тонетический ментально даже внешне люди которые воюют сейчас на линии соприкосновения там донецкой луганским приходится надевать опознавательные знаки потому что у них одинаковая форма они выглядят внешне одинаково примерно то есть я имею ввиду что генетически это один и тот же народ русский украинцы белорусы это все одна ветвь за славяне славяне воюют по всему миру на это очень грустно смотреть потому что это великие 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 люди мне очень больно от этого честно берегите себя пусть будет мир и никогда никогда война не придет к вам дом то сейчас происходит это быстро закончится и я надеюсь что гражданские мирные люди не пострадают а те кто взял оружие в руки он сделал свой выбор понят а ты двуличный лживый подлец если такой патриот забирай музыку всю свою с нашей страны и пусть тебя здесь не слушают зарабатываешь больше всего денег ты именно здесь потому что тебя любят а ты видишь как обратился к нашим людям только когда тебе это надо было некрасиво